Поехали! Продолжаем разговор на Народном Советском Радио. Продолжаем разговор на Народном Советском Радио. Продолжаем разговор на Народном Советском Радио. Мы там не администраторы. Это совершенно сторонние сайты. Там на Уважаемом Русич ТВ задают вопросы, на Крамоле, еще где-то. Мы не администраторы, мы не получаем ваших вопросов оттуда. Хотите задать вопрос, заходите на наши ресурсы, доступные, пишите. Заходите на ресурсы Анатолия Алексеевича, там пишите, чтобы это попадало к нам или хотя бы к нему. Потому что по-другому мы просто не увидим. А потом вы обижаетесь. Вот, я задал вопрос, а вы не прочли его. Только вот у нас, пожалуйста, будьте любезны, вот это учитывайте. Не пишите на деревне дедушки. Итак, Сергей Кудашов. Вопрос. Под вашими, наверное, статьями и выступлениями предлагается пройти ДНК-тест в разных лабораториях, часто сомнительных. Имеете ли вы к ним отношение? Ну, здесь не указано, какие сомнительные. И назовите, пожалуйста, ту лабораторию, которую вы организовали, то есть которой можно доверять. Через три недели, видимо, будет выйдет статья на переформате. Есть такой ресурс, специально посвящен этому вопросу. Там есть, вернее, в основу истории помечена одна дама, которая рассылала тест на ДНК в пять разных лабораторий. И получила пять разных ответов, которые друг с другом не корреспондируют. Это было сделано путем, как правило, геномного анализа. И вот как раз я на ее примере покажу, как лаборатории, которые занимаются геномным анализом, это, понимаете, на кофейной гуще просто в сторонке стоит тихо в сравнении с тем, что происходит геномный анализ. Поэтому ответ тут уредительный. Конечно, есть лаборатории много, где данные недостоверные. И почему многие лаборатории эти не делают ДНК-генеалогию, а делают геном? Потому что там не проверить. Когда делается анализ на гоплогруппы гоплотипа, там совершенно ясно и четко. Там выдается серия цифр, которая публикуется, которая посылается заказчику. Идет объяснение детальное, что означает это. Заказчик может при желании переслать этот набор цифр в другую лабораторию и получить, я почти гарантирую, то же самое. Более того, мы объясним, как считается, как датировка. Это вроде как излишне, каждый раз повторять одно и то же. Но это делается для достоверности. Поэтому есть вот такие лаборатории, ненадежные совершенно. Есть и в России, есть и за рубежом. И вот об этом пойдет речь в следующей статье, повторяю. Теперь, что касается лаборатории, которая организована, она в Москве организована уже два с лишним года назад. И это лаборатории, где определяют как раз желающим ДНК. В смысле определяют набор маркеров. Называется гоплотип. Получается в итоге набор цифр из 27 цифр. И получают гоплогруппу. То есть это как бы обложка паспорта, как я уже раньше рассказывал. Обложка паспорта – это гоплогруппа, а номер паспорта – это гоплотип. Так вот, когда две вместе сравнивают, и обложку, и номер, это уникальная информация. И вот это делают в Москве. Есть сайт Академии ДНК генеалогии. Так можно набрать в поисковике, он выскочит. Там есть панель специальная, заказ теста. И все, можно уже много сотен человек из России, из стран ближнего зарубежья, и из стран, кстати, и дальнего зарубежья, есть и такие, которые заказали эти тесты в московской лаборатории. Так что напоминаю еще раз Академии ДНК генеалогии поиск. Заказать тест и следовать процедуре. Благодарю. Друзья, прошу, пишите без ошибок. Я иногда сам с ошибками читаю, потому что тороплюсь здесь, во все стороны смотрю. Но когда еще с ошибками написано, приходится прямо на ходу что-то справить. Виталия Микера, вопрос эфира. Расскажите про методы, которые используются в ДНК генеалогии. Ну, мы уже, кажется, эфиров много посвятили этому. Если хотите что-то добавить... Я коротко скажу. Методов несколько. Во-первых, метод – это, вот на примере нашей лаборатории, это определение набора цифр, которые характеризуют ваши Y-хромосомы. Второе – это метод определения, как бы, обложки паспорта, который характеризует вашу, дает вашу групповую характеристику. Если гоплотип – это индивидуальная, а есть групповая характеристика. И, наконец, третий метод – это на основании этих данных проводятся расчеты, которых не проводит ни одна другая лаборатория в мире, просто потому что у них нет такой квалификации. А у нас есть такая квалификация, у нас несколько человек, эти расчеты проводят, и мы для каждого человека, который захотел это видеть, заказал, мы даем персональную интерпретацию, в которой иллюстрируется и гоплотип, и гоплогруппа, и расчеты, и исторические выводы, которые из этого следуют. Вот основные подходы к анализу ДНК. Мы не занимаемся геномом по простой причине. Это такая каша, в которой можно что угодно найти и куда угодно повернуть. Представьте себе, у вас облако точек, и облако точек нужно провести прямую линию. Вы можете провести прямую линию вдоль и поперек облака, как хотите. А особенно тогда, когда у вас есть желание провести именно так, как нужно. Вам как нужно. Вот этим занимаются в огромной степени те, кто занимается анализом генома. Я имею в виду не геном человека, не лекарственные препараты, а это популяционная генетика геномная. Когда уже в истории известно якобы что-то, и геном получает миллионы этих самых меток, этот миллион считает, естественно, что да, историки были правы, вот именно так оно и происходило. Вот да, срубная культура происходила из ямной. Я тоже так сказал, этого не может быть. Да, вот пожалуйста, вот смотрите, вот смотрите за руками. Вот проводится черта поперек генома. Вот смотрите, вот тут ямная культура, вот тут срубная. Она из ямной образовалась. Это типичный пример того, как делается геномный анализ. Я думаю, что некоторые слушатели делали геном, но у них пишут, что вы там на 54% европеец, на 12% вы африканец, на 7% вы вообще австралийский абориген, и еще на 3% вы неандерталец. Вы понимаете, я вам скажу откровенно и честно, чушь собачьи в 90% того, что вам дают. На самом деле, если там у вас 99% или 95%, что вы северный европеец, ну так, так, до 95% это другой разговор. Но нужно ли это вам, потому что сами не знают, что вы северный европеец. Понимаете? А люди пытаются найти то, что они не знают, и вот тут начинаются проблемы, потому что им дают всякую ерунду, и они верят, они тут же пытаются на себя примерить, говорят, смотрите, они определили, действительно, вот у меня 2% я полинезиец, а у меня дедушка был моряком, ходил в полинезию, вот у меня, смотрите, 2% полинезиец. Если бы я был рядом, чем есть дедушка? Это дедушка мог свой ДНК оставить в полинезии, а причем он же не принес ДНК-то из полинезии на себе обратно. ДНК-то дедушке смотрится. И вот люди, которые даже вот такие дурацкие примеры начинают примерять на себя, на родственников, и говорят, смотрите, складывается. Вот я в этой статье пишу через три недели, которые, что нашли, что какую-то даму итальянское происхождение, она говорит, вот почему я люблю пиццу, а 4 другие лаборатории показали, что итальянцев там нет и близко. Видите, люди, они рады обманываться, рады придумывать истории, которые на самом деле их нет, только потому, что им сказал некто, которому они поверили. Вот таких вещей в мире сколько угодно. Да, на обмане нас разводят, как кроликов. Абсолютно. Вот этот геномный анализ, у меня просто не хватает сил везде писать. Не верьте этому делу, пока вам не показали конкретно, как это получено. Но никогда же не показывают. Там же миллионы этих самых меток. Для того, чтобы их проанализировать, нужен профессиональный компьютер, который оперирует терабайтами. У кого есть компьютер дома, который терабайты может, файлы в терабайт анализировать? Нет ни у кого таких. Поэтому вы принимаете то, что вам дают, и все. Вот так строится геномный анализ. Я думаю, что когда-нибудь мы сделаем эфир, на котором я расскажу тем, кто не прочитал эту статью, вот как на самом деле делаются эти штуки. И как потом объясняют, когда прижали к стенке начальников техлаборатории, как они выкручиваются и говорят, вы знаете, ну вот так получается. Это что-то. Причины такие-то, такие-то, и третьи, и десятые. А правда не говорят, что это, понимаете, кофейная гуща. Гадание на ней. Ну не всех мы тех, кто гадает на кофейной гущи, так будем приравнивать к шарлатанам. Все-таки иногда я встречал людей, которые очень точно по кофейной гуще что-то рассказывали. Я про это, например, что дедушка из Полинезии. Нет, я реально встречал людей, которые по кофейной гуще рассказывали всю правду. Но в данном случае здесь еще круче, чем кофейная гуща. Вы понимаете, был такой замечательный актер Жжонов. И вот когда выпустили заключение, где он провел немало лет, он шел по Москве, к нему подошла гадалка и говорит, слушай, молодой человек, я сейчас предскажу тебе будущее. Он говорит, слушай, дорогая, ты мне не будущее предскажи, а мое прошлое опиши. Она повернулась и ушла. Понимаете? Да, понимаю. Будущее предсказывать, как угодно можно. А прошлое, все. Но тут уже ее магические чары не сработали. Есть такие, да. Причем навалом. Вот примерно вот эти вот товарищи, которые поставляют прадедушку из Полинезии, наверное, вот такие гадалки. Ну ладно, идем дальше. Ёшкин кот, вопрос в эфир. Есть версия, что всем этим древним, в кавычках, костям не более 500 лет. Сколько лет может храниться кость в почве? Зависит от того, какая почва. На самом деле, вот есть мнение, это за пределами науки. Есть мнение, что у моего соседа там 8 ног и 4 руки. Но это же не принимается. Мало кто что сказал. На самом деле, кости, вот которые нашли, я только что предправил пример в Северной Африке, которым 15 тысяч лет. Это найдено радиоуглеродным анализом. Находит кость неандертальцев, датировка там 40 тысяч лет. Ну, тысячи костей нашли, которые по датировкам, они намного больше, чем тысяча лет. И говоря о том, что кости там им 500 лет, ну это, пардон, ну ерунда полная. Обратитесь к первоисточнику. А не мнением. Дальше. Хорошо. Русич, вопрос в эфир. На какой самой большой глубине были обнаружены следы или останки цивилизаций, которые известны вам? Не знаю. Я с этой стороны не смотрел. Ну, есть СЛВИ, есть, я знаю, что есть точно ходит там 4 метра, 5, 6 метров. Но детали не могу привести. Просто меня это как-то никогда не интересовало, признаться. Далее. Сергей Кудашов. Вопрос. Кого могут пригласить для работы в Гарварде из иностранцев? Нужно ли для этого иметь особые заслуги на родине? Родину пишут с большой буквы. Меня это радует. Но там другие подходы. Особые заслуги это там обычно рассматривают объективно. Я сам, признаться, проходил через эту процедуру. Когда у человека, в частности, вот у меня было, когда у него в документах, что он доктор, наук и профессор, что он лауреат научной премии, а именно государственной премии Советского Союза, что у меня несколько сотен публикаций, то вот это и есть, собственно говоря, критерий, по которому отбирает лаборатория, нужен этот человек и им. Но есть еще один критерий. Это нужно попасть, желательно, в десятку по тематике лаборатории. Вот я, работая на серьезной должности в американских компаниях, ко мне обращались многие выходцы из России и просили на работу, чтобы их взяли. Я говорю, понимаете, мы занимаемся сейчас новыми методами лечения рака. Вы владеете ими? Мне говорят, нет, но я вот в лабораторию, вернее, пойду в библиотеку, я подучусь. Я говорю, все, ребята, к сожалению, разговор закончен. Потому что надо, чтобы не просто владели, а чтобы лаборатория была в таком восторге, что такой к ней пришел специалист, что его лаборатория хотела бы взять. Вот это и есть критерия, чтобы взяли на работу в Гарварде либо в другом-другом месте. Надо, чтобы у вас было заинтересованное место, а не вы заинтересованы вместе. Хорошо. Далее Сергей задает вопрос. Расскажите о своей работе в Гарварде. Сколько вы там работали, в каких должностях? С чем отличается визитинг профессора от просто профессора, визитинг лектор от профессора в СССР и России? Ну, я попытаюсь коротко. Во-первых, я работал там, будучи профессором в Гарвардском университете. Я работал 12 лет. А потом, после этого, меня переманили, прямо скажем, быть вице-президентом в одной многомиллионной компании. И это было крайне интересно. Мне было это интереснее, чем Гарвард. Потому что в этой многомиллионной компании мне дали практически неограниченный бюджет. А в Гарварде я писал постоянно заявки на гранты. А тут бюджет, свою лабораторию. И вообще бюджет неограничен не во всем. То есть путешествия, поездки, все что угодно. Это лаборатория, оборудование. И я перешел из Гарварда в эту лабораторию, в эту компанию с вице-президентом по науке. А потом, когда эту компанию продали, на другой конец США я не уехал, а организовал свою компанию, которая вскоре стала паблок, это называется в США. То есть это компания, где гранты не нужно за ними гоняться, а компания работает на инвестициях частных, ну или организаций. То есть, опять же, бюджет был большой, потому что люди давали деньги нам и верили в то, что мы сделаем то лекарство, которое они хотят. И вот, если лекарство такое получается, то я должен сказать откровенно, что каждый в этой компании разбогатеет. Причем, серьезно разбогатеет. Потому что деньги большие дают. А если компания лопнула, что бывает в подавляющей большинстве случаев, то, конечно, никаких разбогатений даже речи быть не может. Так вот, что касается моего опыта в этом деле. Теперь, что касается, еще раз, о чем был вопрос, напомнить у меня отличие визит профессора от профессора. От отличие профессоров. Значит, дело в том, что профессор в России тоже разный, как и за рубежом. Вот я опять проведу свой личный пример. Я защитил диссертацию докторскую и тут же получил должность профессора. Тогда я работал в МГУ и защитил диссертацию в МГУ. Было мне тогда 30 лет, когда я стал доктором наук. И тут же меня пригласили, тогда был Московский пищевой институт, на должность профессора читать курс лекций в этом пищевом институте, курс лекций по ферментам. Но я работал постоянно, естественно, в МГУ, а просто приезжал два раза в неделю в пищевой институт, будучи там профессором. В МГУ я еще не был профессором и читал лекции. У меня было удостоверение, у меня написано профессор, все в порядке. Через год не дали профессора в МГУ уже. Может быть, через два, нет, наверное, через год. И я, у меня увеличился круг обязанностей, я перешел, вернулся, перестал быть в пищевом институте и стал профессором в МГУ, на химическом факультете. И было там где-то года четыре. У меня было удостоверение, написано профессором Росковского университета, и я работал. Потом меня перевели, это было решение виспрезидента Академии наук, меня перевели в Академию наук. Я стал заведующим лаборатории в Институте биохимии, который на Ленинском проспекте в Академии наук. И там через два года я опять стал еще новым профессором, профессором Академии наук. И для того, чтобы быть профессором Академии наук, нужно заслужить это дело уже как бы академической работы. Поэтому, как видите, я был трижды профессором в одном месте, в другом и в третьем. И вот то, что мне дали в Академии наук, это мне дали пожизненное звание. То есть это пожизненное в Академии. Это выдавал ВАК по представлению в Академии наук. И это пожизненное. Сейчас у меня это удостоверение до сих пор хранится. Я продолжаю быть профессором Академии наук. Правда, не Советского Союза, а РАН. Это поскольку пожизненное. Теперь, как видите, здесь есть звание профессора пожизненное, а есть должность профессора. И не такие многие имеют звание профессора, в основном работают на должности профессора. То же самое в Гарварде и в любом другом учебном заведении США, где есть профессора. Вот я работал в Гарварде в должности профессора 12 лет. У меня не было звания профессора, потому что если бы мне дали звание профессора, оно было бы пожизненным там я бы всегда гарантированно оставался в этом университете получая гарантированную зарплату чем бы я не занимался поэтому это очень почетно иметь звание профессор хотя должен профессора тоже нормально так вот я был в должности профессора в городском университете если это ответ на ваш вопрос что есть разные уровни точнее разные есть долж здесь звание тоже самое наверное есть кто служил в армии знает что работаешь на генеральской должности на сам полковник а на не генерал а должность генеральская а когда вот дают звание генерала тогда это уже звание генерал и поэтому там в армии есть тоже самые разнообразные варианты может и лейтенант работать технически на полковничьей должности а может быть даже наоборот если в чем-то там проблемы так что здесь а когда я приехал в сша и и люди которые пытались найти компромат на меня потому что занялся днк генеалогии то стали писать что он не был профессором городском университете но это смешно на самом деле я был в должности профессора и мне клеен пишет лев самуилович покажите ваш диплом о том что у вас есть звание я говорю что никогда не писал что мне звание профессора этого нигде не найдете мне была должность профессора которая тоже кстати была совсем неплохой во всех отношениях и почетный скажем профессоров гарварда прислали регулярно там где-то наверное раз в три недели приглашал ректор значит городского университета на чаепитие все это был разговор интересный и все это было очень почетно интересное и мне там нравилось не нравилось только одно что работая в городском университете даже профессором все-таки я был неким винтиком там потому что у меня я работал в медицинской школе городского университета а это факультет в научных заведениях сша школа это факультет у которой спорово присуждение ученых степеней скажем медицинская школа это факультет городского университета же как любой факультет московского университета но в котором есть свой ученый совет и в котором присуждают ученые степени а вот скажем гарвард в основном это не университет это колледж поэтому кто интересуется значит гарвардский колледж это есть городская часть городского университета но горожки колледж не имеет права присваивать ученые звания поэтому подавляющее большинство выпускников гарварда и выпускники гарвардского колледжа тонкие материи далеко не все знают а вот я был сотрудником городских минске школы и вот это мои так сказать недруги писали что вовсе он не работал гарвардском университете он работал в гарвардской миссинской школе это кстати есть в моей википедии в моей статье что я а значит обманщик что я не был в университете я работала работал в Но это смешно. Все равно, что сказать, он не был сотрудником физического факультета МГУ, вернее, он не был МГУ, а был всего лишь на физическом факультете МГУ, или на химическом, или на биологическом. То есть люди не знают, о чем пишут, и в этом пишут. Поэтому есть много нюансов. В Америке вообще нет ВАКа. Там нет присуждения ученой степени, утверждаемой ВАКом. Присуждает факультет. И все. И вот есть, допустим, я был PHD, то есть это доктор философии, хотя я был доктором наук в Союзе. Меня везде писали PHD. Мне, конечно, это было как-то так не так. Я поэтому на своей карточке поставил PHD и доктор, соответственно, химических наук. Но, скажем, в MIT у них есть докторские степени, и они присуждают степень доктора наук, доктора естественных наук. Поэтому даже такие вещи, как ученые степени, разнятся от учебных заведений к учебным заведениям. Скажем, в Америке нет институтов академии наук. Нет такого же института биохимии, академии наук. Там вся академия, она на факультетах университетов. Там нет таких вещей, как вот здание, там, я не знаю, академии наук отдельно, специально, где есть всякие президиумы, там, где есть эти самые департаменты. Нет. Вся академия, она на факультетах. Более того, в США академики не получают зарплату из академии наук. Вот то, что сейчас называется, по-моему, стипендия в России, которую плачут всем академикам, членам корреспондентам, в Америке этого нет и близко, как классы. Там академики платят сами деньги за членство в академии наук. То есть это, ну, раньше это было несколько сотен долларов в год, сейчас уже, может быть, и тысячи долларов в год, может быть, и больше, цены растут. Но представьте себе, академик не получает зарплату от академии. Вот он работает в университете профессором, вот он за университет получает зарплату, все. А оплатится за членство, потому что академию надо поддерживать, потому что собираются совещания, конференции, академии, откуда деньги нужны. Вот их износов. Скажем, я член академии, Всемирная академия наук и искусств, которую когда-то организовал Эйнштейн. И я плачу взнос в эту академию. Там положено платить, значит, где-то, сейчас, по-моему, 100 долларов в год. Каждый член академии платит, ну, потому что не все могут. Там есть во всемирной академии, есть член академии из бедных стран, там, из стран Латинской Америки, из Африки. И поэтому мы платим деньги, чтобы поддерживать тех людей, чтобы им было можно ездить в конференции. И вот я плачу, то есть должен платить, точнее, 100 долларов в год для того, чтобы была копилка в академии. Я плачу, признаться, заметно больше, просто, так сказать, от щедрот своих, потому что мне как-то неудобно. У меня зарплата и вообще доход такой, что он позволяет платить больше. Ну, что я буду корхоборить и платить только 100 долларов? Это как-то несерьезно. Поэтому люди, у которых есть возможности, они платят больше. Но это все сугубо добровольно. Вот тоже так, что здесь много разницы в отличие. Но есть еще одна разница. В США, когда профессора берут на работу, обязательно смотрят на его цитируемость. Потому что есть такое негласное правило, его нет в законе, что для того, чтобы быть профессором, быть взятым на работу, надо, чтобы индекс цитируемости был не менее 15. А что такое индекс цитируемости? Это вообще очень такая любопытная и правильная величина. Дело в том, что это означает, что, скажем, у меня есть много публикаций. И вот, когда я смотрю цитируемость публикации, она, допустим, на мою самую большую цитируемость, сейчас, например, 519 ссылок на мою работу, которую наиболее сильно цитирую. Потом, значит, на втором месте где-то 300, по-моему, потом 150, потом 120 и так далее. И вот так отсчитывается число ссылок, пока не дойдет до того, когда это место в этой цепочке не совпадает с числом ссылок. Вот, скажем, у меня цитируемость моя 27. Это означает, что цепочка, в которой 27 моих работ, и последняя на последнюю цитируется, значит, по меньшей мере 27 ссылок на эту статью. Следующая идет та, на которой уже 26 ссылок, она уже по порядку 28. Значит, она не засчитывается. Поэтому и системы для себя разработаны. Что нужно не просто на что-то одну какую-то работу выскочить и на нее набирать ссылки, а нужно, чтобы как можно больше статей, как можно больше цитировались. И поэтому вот такая система. Так вот, когда недавно я посмотрел на цитируемое профессоров, сейчас в Академии открыт конкурс РАН, в Российской Академии Наук, открыт конкурс на получение профессоров академических. Я посмотрел, и там правило впервые введено, что нужно заявлять цитируемость. Но это кошмар какой-то. 90% людей стать профессорами, я уж не говорю, там 15, как в США, вот у меня повторяют 27. Так вот там у 90% числа цитируемой на уровне трех. У немногих есть хорошие, там есть люди, которых 30, 50, даже у кого-то, по-моему, 70. Это уже заоблачное цитируемое. Значит, на этого человека 70 статей его, на последнюю 70 ссылок. Замечательные. То есть такого человека нужно вообще серьезно рассматривать на присвоение ему звания академика, Российской Академии Наук. Но в Российской Академии свои принципы. Так вот, у большинства на уровне трех, то есть означает, что есть всего три статьи, на третью из которых всего три ссылки. Причем там еще не вычитаются самые цитируемые. Поэтому здесь возможности все три ссылки, это все три его. Скажем, на мой, который привел 519 ссылок, на мой самый первый, там нет ни одного самоцитируемого вообще. Я ни разу на эту работу не сослался сам. На нее ссылаются только другие. Так вот, значит, поэтому печальная ситуация в Академии, если профессоров дают тем, у кого на уровне трех цитируемость. Ужас какой-то. Я думаю, что во всем мире просто народ бахнул, когда такие вещи наблюдают. Так что здесь тоже, понимаете, у России, на самом деле, я был бы начальником, если бы директором был я. Никому из этих людей нельзя давать профессора, если только не есть какие-то, ну, из ряда вон выходящие достижения, ну, я не знаю, какую-нибудь там, я не знаю, там новую какую-нибудь ракету разработала, рыскающую там по небу, на основании каких-то математических разработок, которые никто в мире не знает, не понимает, а вот на этом основании разработана какая-то совершенно необычная, понимаете, ракета. Тогда можно понимать, что это вклад внесен гигантский в развитие науки и техники с этим связаны. А если это просто обычные всякие там историки, лингвисты, археологи, там, не знаю, физиологи и прочие дантисты, у которых там три ссылки на работу, но нельзя давать таким профессора, иначе никогда уровень академии НУК не поднимется. Вот если бы не давали, то уровень академии НУК, безусловно, поднялся бы. Вот такая, понимаете, у меня речь в этом отношении. Понятно. Идем дальше. Виктор Куприянов, вопрос эфир. А кто-то, о какой национальности принадлежали великие моголы? Имеют ли они генетическую связь с современными татарами и монголами? Ну, великие монголы были в Индии, на самом деле. Поэтому какой именно гоплогруппе, я думаю, никто не знает. Хотя это несложно установить, ископаемые кости взять. Но в Индии ни одного человека не были изучены ископаемые гоплогруппы. Это дорогостоящее дело. И надо, чтобы было развитие науки, было на уровне определенном. И тем, что это должно быть востребовано. Вот скажем, я думаю, что гоплогруппа Кунти Ивана Грозного в России была бы востребована. И если найти, если получить разрешение на изучение его костей. И я думаю, что должно быть востребовано изучение древних славян. Там, не знаю, Кривичи, Вятичи, Дреговичи и так далее. Потому что тогда можно было сразу определиться, кто есть кто, кто откуда пришел, какие были миграции, откуда эти древние славяне появились. Но, к сожалению, РАН этим тоже не занимается. РАН не хочет это видеть. Более того, наши лаборатории используют очень дорогие реактивы, получаемые за рубежа. Очень дорогие. Это специальные фрагменты нуклеотидов флюоресцентными метками. Это штучный товар. И они стоят огромные деньги. Именно поэтому тесты на ДНК такие дорогие. То есть это на уровне 15 тысяч рублей за тест. И при этом сама Академия практически никаких денег с этого не имеет. Это все потому, что безумно дорогие реактивы. Так вот, Российская Академия наук даже не позаботилась, чтобы для развития своей этой науки академической разработать методы получения вот этих вот реактивов с тем самым флюоресцентными метками, да известны все методики. И чтобы их запустить в производство. Этим бы деньги оставались у нас в стороне. А то сотни людей, если не тысячи, посылают в США на анализ тест на ДНК. И естественно платят в валюте за рубеж. Деньги утекают из страны. Поэтому самая идея создания лаборатории этой в Москве, которую я в свое время объяснял, почему именно в России, а потому, чтобы деньги не уходили из России. Надо, чтобы деньги оставались в стороне. Почему я не получаю никакой зарплаты за эти вещи, работы в России? А потому, что я не хочу, чтобы деньги увозили, чтобы я вообще ни за что никогда не буду увозить деньги из России. Если даже что-то заработал, допустим, мне какую-нибудь там, я не знаю, премию выпишут, но правда от таких я всегда отказывался, но я сделаю так, чтобы эти деньги потратить в России, а не увезти их за рубеж. Ни к чему это. Поэтому вот такие вот, опять же, объяснения. Понятно. Идем дальше. Евгений Ёшкин кот вопрос задает. Больше похоже на сказку. 20 тысяч лет, 50 тысяч лет. У нас в Новосибирской области курганы, засыпанные на полутора метровым слоем глины. Почему в этих курганах нет костей? Ну, я не знаю, почему нет костей. Может быть, эти курганы имели какое-то, понимаете, религиозное предназначение, духовное предназначение. Насыпали курганы, ему молились. Все может быть. Поэтому вопрос, почему нет, вопрос не совсем правильно поставлен. Вопрос не стоит, а, допустим, факт, что в этих курганах нет костей. Все. Точка. А дальше просто ставится так, с какой целью эти курганы возводились. И вот тогда на это можно пытаться искать ответ. А сомневаться в чем-то, потому что где-то в курганах нет костей, да ради Бога. Я думаю, что можно наверняка, почему, скажем, в могиле неизвестного солдата есть одни кости, и то неизвестно от кого. Ответ ясен. Это имеет символическое значение, потому что любая мать, отец, родственники, просто люди, они верят, что вот там может быть именно их лежать сын, муж или брат. То есть это большое идеологическое значение имеет. А начинать к этому придираться, начинать копаться, ну это можно, ну а смысл какой? Надо же сначала вопрос поставить, с какой целью это делается. Поэтому, да, все может быть на свете. Может быть, расхитили, очень много курганов ограблено, я не знаю, кому кости понадобились, правда, а то, что там нет предметов, вполне возможно, что разрыли, украли. Тут масса разных объяснений может быть. А может быть, курган насыпали, чтобы с него за супостатом смотреть. Вот эта староживая, так сказать, башня, таких полно, скажем. Там есть интересная очень махаджарская культура в Средней Азии. Там полно вот насыпано этих самых-таки пакурганов, и в них даже не предполагалось, я думаю, кости, потому что это были наблюдательные вышки, чтобы, как пришли к выводу ученые, чтобы наблюдать за сайгаками. Когда приближается стадо сайгаков, оно пылит сильно. И вот по облаку пыли стоят наверху эти надзорные, наблюдают, куда, в какую сторону идут сайгаки. А потом их начинают загонять. Вот тот, кто пытался догнать сайгак, он знает, что это бесполезное дело. На сайгаков ходятся браконьеры с автомобилей, догоняют их, постепенно стреляют. А вот как интересно махаджарцы, это 8 тысяч лет назад примерно, они на сайгаков охотятся, потому что там полно костей сайгачьих найдено у них. А вот это загадка. Тоже факт есть факт. Нашли массу костей сайгака. Вопрос, как они умудрялись догонять или загонять? Ответа нет. И такого масса в науке вещей. Я думаю, ответ очень простой, точно так же, как и за зайцами особо не бегают. Возможно. У нас в России есть множество ловушек, как поймать зайца, и много других ловушек, как поймать другую птицу, не бегая и не летая за ней. Возможно. Но 8 тысяч лет назад это уважительное время, чтобы сайгак как зайца поймать ловушку. Хотя наверняка что-то подобное было. Возможно, рвы вырывали, куда сайгаков загоняли, но ясно, что они пешком за ними гонялись. Но я к тому, что вот я причем пример привел курганов, таких насыпанных, типа курганов, которые, судя по всему, были для другой цели. Может быть, там тоже было. Сидел, стоял дозорный, наблюдал. Да, мысли понятны. Просто прошел разговор, что я очень уважительно к нашим предкам отношусь. Я думаю, что если они выжили в условиях, как говорят некоторые, намного хуже, чем сейчас, пережили несколько обледенений, потопов и там далее, но, наверное, были мудрыми людьми, раз сумели выжить. Это сейчас любого из нас взять за шкирку, в тайгу куда-нибудь отослать, вот так вот, как мы и есть, да, с умными какими-то своими там пиджаками, костюмчиками и прочим, там, с Бентли, с качами от Мерседеса, и все, и до свидос, через пару дней мы там коней двинем. А наши предки, мы с одним ножом и топором там выжили. Ну, серьезно ли? Ну, чем с ножом каменным. Да, и выжили нормально, и рыбки наловили, и корешков накопали, да еще обыскали, как все вкусно и хорошо. Ну, ладно. Естественный отбор был. Конечно. Так что не все так дико было в те времена. Идем дальше. Екатерина Северная. Вопрос эфира. Действительно ли у русского народа на генетическом уровне заложена высокая нравственность и восстание против всякой несправедливости? Является ли это причиной ненависти со стороны Запада? И почему, являясь одной расой и имея общего первого предка, мы настолько разные в своих ментальностях? Кому может быть выгодно такое положение вещей? Вы понимаете, я бы не стал уходить здесь на гены уровня, иначе мы начнем говорить. То есть были белые, были красные. Да? Гражданская война России. Они, у них и гены были, в общем-то, или хромосомы, там, и гоплогруппы, и гоплоти, в общем-то, одинаковые. И у белых, и у красных. Вот кто из них был высоконравственным, кто из них более высоконравственным, и кто менее. Возьмем генерала Власова. Он тоже был русским. Ну, он все, высоконравственный. Поэтому, понимаете, эти вещи, они чреваты, когда духовность пытаются перевести на такой уровень. Я бы даже не сказал, что... Я понимаю, что могу навлечь на себя неудовольствие, но я не думаю, что прям все русские, они уж такие все высокодуховные, высоконравственные. Можно сколько угодно найти и заболдык, и вообще, и доходяк, и кого угодно, и которого просто можно постыдиться с ним рядом находиться. Поэтому всякое бывает, и это в любой стране. Другое дело, что эволюция человека вот среди людей, которые сдружились, образовали славянское содружество, а это по меньшей мере десяток, а то и 15 разных гоплогрупп, из них максимальная родина, и на втором месте стоят, на одном уровне стоят вот И2А и Н1А1, и еще десяток, а то и больше, минорных по численности гоплогрупп, хотя это такие же русские и вовсе не какие-то второсортные. Вот, видимо, процесс сближения славян и образования, такое сдруживание, образование единого содружества, несмотря на разные рода, наверное, что-то там было, что позволило вырабатывать нарастные критерии, высоконравственные, как ориентир. Отнюдь не всех людей, взятых там, но ориентир. И поэтому наши предки жили, конечно, на природе, они поклонялись ветру, солнцу, там, богам, воде, России. И вот это наверняка у них вырабатывало принципы, определенные уважение к окружающей среде, уважение вообще к миру и друг к другу. Хотя это тоже, должен сказать, объективно, тоже не присутствие только среди русских, скажем, там, ну, я не знаю, на Кавказе, в частности, в Грузии, когда человек уронил хлеб на пол, он его обязан поднять и поцеловать. Вы понимаете, это, и таких вещей немало. Уважение к предкам, на самом деле. К сожалению, русским приходится поучиться уважение к предкам, потому что большинство русских не знает своих предков, но знает там отца и дедушку, но может кто-то знает про дедушку. А желание узнать глубже-то и нет. Вот в чем дело. То, что не знает, это ладно, но желания нет. И когда меня спрашивают, ну, почему вот так мало людей, изучая свою, так сказать, ДНК-генеалогию, интересуется мало, видимо, тяжелое было выживание. Последние там мне 80 лет, а на самом деле и 100, и 200, и 1000 лет. Другие были заботы. Я говорю, вы знаете, я не согласен. Потому что айфоны, на самом деле, есть, я не знаю, у подавляющего большинства нынче, по крайней мере, среди, так сказать, вот слова интеллигенции, так можно назвать, на айфонах у них деньги есть, и гораздо больше, чем на эти вещи. Нет, вот дело в другом. Дело в невыживании. Дело в том, что и на водку деньги есть, и на много чего другое деньги есть. Это означает, что ориентиры другие. Причем мне обычно говорят, ну вот если я его знаю, что от этого лучше буду жить, от этого страна будет лучше. Я говорю, да, будет лучше жить. И страна, и вы сами. Потому что вы сами не понимаете, когда вы узнали своих предков, какой пласт культурный вы раскопаете. Потому что я не знаю ни одного, наверное, который бы узнав своих, вот как раз те же глополки и глополупы, не стал бы интересоваться историей своей глополупы. Многие полезут в архивы, причем архивы и областные, и центральные, военные архивы. А многие его знают гораздо глубже. Понимаете, на самом деле, от этого повышает самосознание людей. Оно сейчас у русских, надо порадоваться, оно поднимается, самосознание. Оно вот, я думаю, что присоединие Крыма, оно сильно сработало в сторону повышения самосознания. Я думаю, что и выборы Путина в огромной степени сыграли в его пользу тому, потому что он присоединил Крым и поднял русских в их глазах на многое. А если еще узнать своих предков, вот это тогда разговор уже переходит на другой уровень. Почему-то у арабов считается, что как минимум на семь поколений нужно знать своих предков. У киргизов то же самое. Вообще Средняя Азия, она в этом отношении очень серьезно относится к своим предкам. У русских пока этого нет. Но говорят, что вот, мол, это были крепостные крестьяне у многих русских, поэтому их интереса большого нет. Но я не думаю, что это является причиной. Все-таки наоборот, был крепостной крестьянин, а как он туда попал? А откуда он попал в крепостные крестьяне? Это тоже ведь открытая страница. Зачем же ограничиться? Так, сам это, так сказать, вроде бичеванием, ну, был крестьяне крепостной, куда мне там деваться? А я признаю, что в Курской области, откуда мои предки родом, у них очень много деревень носят названия по именам, по фамилиям. Вот скажем, наша деревня, Клесово, по фамилиям, и очень много деревень подобных же. На самом деле причина понятна в огромной степени. Это были дети боярские, это были дворяне, которые за царскую службу получали земельный надел, и на них возникали деревни. И, как правило, эти деревни назывались по фамилии вот этого человека, потомственного военного, который получил надел. Ну, а дальше история поехала в кость, потому что это была вольница определенная, эти самые служаки, дворяне, дети боярские. Они сами себе шили военную одежду, они сами себе выращивали лошадей, у них не было крепостных, они сами устраивали свою жизнь, они постоянно сражались. И их было там много, это были фактически пограничные земли, это Курская, Белгородская, Орловская области. И они получили землю в свой надел, и они служили семейные. То есть, когда сыну стукало где-то лет 15, ну, максимум 16, его уже отводили на регистрацию, он уже получал денежные пай, и либо его подселяли, что было нечасто, к отцу, либо ему мы давали свой, если заработал, заслужил, свой земельный надел. И вот люди жили на своей земле, а потом, когда пришел Петр I, при всех его, конечно, достоинствах как государственного деятеля, он был против этой вольницы, потому что ему надо было, чтобы был конвейер, чтобы не люди, которые сами себе коней приводили, и сами шили обмундирование, надо, чтобы это было все казенное, чтобы призывали на 25 лет крестьян из деревни, чтобы 25 лет ему не было никуда деваться, выдавали ему одежду, выдавали ему фузею, там, ружье какое-то другое, и все, чтобы это было по конвейеру, на конвейере. И он таким образом резко стал репрессии проводить, но репрессии не физические, экономические репрессии, среди вот как раз этих самых однодворцев, которые жили в деревнях своего имени, своей фамилии. И каждый был, помнил свое родословное. И как писали потом уже, уже гораздо позже, что они были, они чванились своими предками. Понимаете, вот где начала Россия уходить, в кривь, что оказывается люди, уважающие свою предку, они чванились ими с точки зрения вот этих самых новоришей, у которых предков никаких не было, они их не знали. И вот стали подселять, стали приходить эти сами богатенькие из городов, они стали скупать земли у этих однодворцев. Были проблемы большие, и однодворцы стали разъезжаться, потому что стало жить невыносимо. И вот эти деревья, а названия остались. И вот если пойти по копаться в областных архивах, а потом, возможно, в архивах Аргада, это государственные военные архивы, то можно узнать, что ваши предки были людьми служивыми, потомственными служащими, что они были, скорее всего, дворянами и детьми боярскими. Я понимаю, что кто-то скажет, что на мне какая разница-то, ну подумаешь, были, сейчас привилегий уже нет, денег за это давать не будут, а я возражу, потому что это историческая память. Люди, которые знают, что их предки за Русь воевали, за Россию клали свои головы, мои предки, скажем, они ходили по Новороссии, фактически, то есть это вот со стороны Белгорода и Курска, та сторона, они были в Новороссии, фактически, они ходили в сторону Крыма, они брали Азов вместе с Петром Первым. Но как я могу равнодушно относиться к их истории? Поэтому я советую, даже тем, у кого нет именных деревень, а те, у кого есть втроене, советую заняться историей этих деревень, и вполне возможно, что вам удастся вернуть себе дворянский титул, и не потому, что какие-то привилегии, вовсе не поэтому, а потому, что это позволит понять, ощутить, что вы стоите на плечах длинные цепи, служак за русскую землю, и это само по себе дорогого стоит. А еще, тем более, вы знаете много интересного в этих архивах. Прочитайте документы, прочитайте их докладные, прочитайте их отчеты, прочитайте, что кто-то, возможно, был взят в плен, а это был почетный бег из полона. За бег из полона добавляли денег, добавляли земельный надел. Это не то, что, к сожалению, было во время Второй мировой войны. Считал, потому что никто в полон просто так не уходил. А когда его захватили, он еще и бежал, это только честь и слава таким людям было. И вот это все вы найдете в архивах. И я очень призываю к этому. И здесь ДНК генеалогии вам поможет. Благодарю. Далее. Сергей Кудашов. Вопрос в эфир. В одном из эфиров вы говорили, что лжелауки нет. Но есть такой Клим Жуков, которого с его согласия называют военным историком. Но он лишь писатель, фантаст и реконструктор, а не лжеученый. Так это или не так? Ну, конечно. Хотя у нас в эфирах как-то я не очень люблю, когда обсуждаем тех людей, которых нет. Но вопрос... Фамилия. Конечно. Но дело в том, что, конечно, я это утверждаю, потому что Клим Жуков никакой не лжеученый. Он просто не ученый. При чем это лже? Вы же не скажете, что 2G25 – это лженаука. Это просто ошибка. Это просто не наука. Так же и Клим Жуков. Он просто не ученый. И это легко показать, потому что диссертацию, как я понимаю, он так и не защитил Канедасскую. Цитируемость на его работы нет. Публикация идет в сборниках молодых ученых, каких-то заштатных техникумов или каких-то конференций. Поэтому никакого признака ученого он не имеет. Почему же это лжеученый? Это как-то повысить его статус. А поскольку лженауки вообще нет, это как осетрина второй свежести. Нет такой осетрины. Либо есть осетрина, либо осетрины нет, она тухлая. И все. То же самое с лжеучеными. Это просто некоторые людишки бегают, пытаются найти кто-то лжеученый, пытаясь сами себя возвысить в этом отношении, что они инквизиторы, что они выявляют таких людей. А потом оказывается, что эти лжеученые, они гораздо больше ученые, чем те, которые бегают и их пытаются выявить. Смешно просто. Это, к сожалению, тоже трагедия современной науки. Они же прикрываются отношением к науке, к Академии наук. Есть комиссия по борьбе с лжеучеными при президиуме Академии наук России. Ну, это позор. Я представляю, чтобы в Академии наук США была комиссия по выявлению лжеученых. Но это просто смешно. Такой ты какой нет вообще нигде в мире. А если где-то захотят, то я напомню пример Лавазье, члена французской академии, который изрек, что камни с неба падать не могут. Поэтому те, кто изучает метеориты, они не ученые. В целом, уже ученые-то она не была, не ученые. И на 50 лет его, а он был очень ответственный, очень уважаемый ученый, на 50 лет французская академия перестала изучать метеориты. Эта наука была полностью заткнута. Вот пример, пожалуйста, как тот самый человек, который думает, что он на себя берет ответственность кого-то заклеймить, не понимает сути вещей, и выплескивает с водой ребенка. Вот то, чем занимается комиссия по лженауке при президиуме Академии науки. Более того, никакой науки нет, там, что они занимаются. Гомеопатия, какие-то вызывания характера по отпечатку пальцев. Ну, какая-то наука. Они с этим борются. Они пишут меморандумы, они проводят конференции, обсуждают, что вот нет, характер не связан с отпечатками пальцев. Ну, смешно. Ну, вот то же самое гадание на кофейной гуще обсуждали бы, что выступали бы авторитетно ученые, доказывали, что нет. Вот кофейная гуще, она не дает объективного предсказания. Вот там 100 человек, 100 чашек с кофейной гучей, и все дают разные ответы. Ну, понимаете, но это не должна наука этим заниматься. Это позор для науки. У науки есть другие приоритеты, другие вещи, которыми надо заниматься. Вот ДНК генеалогии, это наука, этим надо заниматься. Но они же не хотят, и причина понятна, это ворошить, понимаете, устоявшиеся сведения, теории, за которые люди получали премии, бывают высокие премии, которые вошли в учебники. Вот чем надо заниматься, а не тем, чем занимаются эти якобы ученые. Далее. Дядя Вася, вопрос в эфир. Как по генетическим маркерам определяются славяне? Это один народ или множество? Славяне по маркерам не определяются, вообще говоря, потому что маркеры, они могут оказаться, ну, скажем, вот смотрите, они могут оказаться другими. То есть, никакого нельзя конкретного человека взять, и сказать по маркерам он славянин, потому что славяне в современной науке это люди, говорящие на языках славянской группы. А что, если он уже три поколения живет во Франции? И по-русски вообще абсолютно не Бенниме. А он что, славянин? Он нет, не славянин. А гоплогруппа у него сохранилась, поскольку его родители, они передали ему группу, которая вполне в России называлась бы славянской. Поэтому нет славянской группы, по крайней мере, у отдельных людей так не работают. Но, если взять совокупность славян и взять выборку из них большую, то окажется, что у них есть закономерности определенные. скажем, из 100 человек, допустим, у 50 окажется сходный узор этих самых мутаций. И тогда вполне можно сказать, вы знаете, вот этот узор мутаций с хорошей вероятностью говорит о том, что этот человек относится к славянской группе. А дело в том, что у поляков тоже те же самые мутации. У половины поляков те же самые почти, как у половины русских. Но они славяне тоже, поляки, и русские славяне. Но дело в том, что у литовцев то же самое, у половины литовцев те же самые. А они считаются не славяне, потому что они балты. Поэтому, если начинать вчитываться, вдумываться, идти в конкретные примеры, то нельзя наставить на каких-то общих определениях. Можно говорить о вероятности. И поэтому, когда у гоплогруппы Р1А есть уже не менее 120, еще недавно было 46, а сейчас не менее 120 уровней Р1А. И среди них есть такие, которые встречаются в основном у уйгуров, а есть такие, которые у шотландцев, а есть такие, которые у шведов, а есть такие, которые, наверное, у испанцев, которых там немного. Поэтому это все можно обобщить и сказать, назвать условно такую-то гоплогруппу можно условно назвать такой там карельской, или там Рюриковичи. Потому что такой, как у этого Рюрика, пока, точнее, у его предполагаемых потомков, такой никого нет. И это небольшая группа людей, у которых есть определенный вид гоплотипов и вот этих самых гоплогруппы, или точнее субкладов. Поэтому можно сказать, что это тогда гоплотип, набор меток, он присущ Рюриковичам, а этот присущ Гереминовичам и так далее. То есть можно говорить, но каждый раз осторожно, добавляя желательно с большой вероятностью, или проверять и быть готовым к тому, что кто-то другой может влезть в этот коллектив и сказать, что я тоже. Скажем, у Рюриковича есть некто свистунов. Он в той же обойме меток, где все реально одиннадцать Рюриковичей из русского дворянского собрания, которые сдали на анализ ДНК, и оказалось, что они один человек, они образуют тесную группу, которая по времени идет с того времени, когда действительно жил Рюрик. И вот у них в середине сидит некто Свистунов. Свистунов не Рюрикович. Но как так получилось? Возможно, кто-то из Рюриковичей был таким лихим человеком, женщин не чурался, и образовался какой-нибудь незаконно рожденный сын, и от него потомство, и от потомства я не хочу обидеть Свистунова, потому что ну просто такого не среди Рюриковичей. То есть каким-то образом он несет узор, подпись Рюриковичей. Такие вещи бывают, и поэтому когда мне пишут, пишут, а что я сделаю такую гоплогруппу, гоплотип, и я окажусь Рюриковичей. Я ему отвечаю, вы не окажетесь. Просто у вас гоплотипа такой же как у Рюриковичей, но Рюриковичей это поколение боевых командиров. Рюриковичи это предки, которые служили верой и правдой тысячу лет служили Руси. Вот это Рюриковичи. Ваши предки не попадают в этот когорт, в этот легион. Но с другой стороны это интересно узнать, что у вас окажется такая же группа и такой же гоплотип как у Рюрикович. Поэтому таких примеров можно много. Просто когда такие вещи писать, нужно всегда давать отчет. А с какой целью вы это пишете и какую задачу вы при этом ставите. Если задача найти Рюриковичей, задача неправильная. Если задача найти тех, у кого гоплотип похож на Рюриковичей, задача правильная. И так в каждом случае нужно ставить вопрос. Хорошо. Далее Хаврошечка задает вопрос. Ребенок одной знакомой застрял в Америке после анализа ДНК, в котором обозначен предок Скандинавв. Сколько лабораторий в Америке? Могут ли давать такой результат умышленно? Может ли быть анализ неполным? Стоимость анализа составляла 100 долларов? Или же исключено такое? Благодарю за ответ. Понятное. Во-первых, то, что он скандинав, по гоплотипу это, опять же, можно сказать, с хорошей вероятностью. То есть, у скандинавов есть одна метка под индексом Z284 и есть гоплотип имеет определенную структуру. Поэтому, если у человека метка вот такая и структура такая, он с хорошей вероятностью он скандинав. Но, вы представляете, был там, допустим, Карл XII, у него было воинство, кто-то попал в плен, живет сейчас где-нибудь там в Орле, или в Сибири, или на Урале. У него есть дети, были. И вот его потомок имеет эту самую скандинавскую метку, но он не скандинав, он даже понятия может не иметь, что его предок был скандинавом. Но какой же он скандинав? Но он потомок человека, который с хорошей вероятностью вышел из скандинавского региона. Дальше, такие же люди, викинги, имеющие эти метки, они будут британские острова, и там оставили и до сих пор обильное потомство. И там на самом деле британские острова имеют большую группу с этой самой скандинавской меткой. Но они уже давно не скандинав, они британцы, они говорят на английском языке, они не говорят по-шведски, норвежски или датски. Поэтому вопрос, который был задан, сказать, что тот там в Америке застрял, и значит, ну это бог с ним, застрял, он же застрял. И то, что он скандинав по ДНК, это просто с некой вероятностью, что у него, скорее всего, он Z284 и все. И там такой-то гоплотип, хотя гоплотипы мало кто в мире вообще анализирует. Теперь в отношении того, что мы сделали за 100 долларов анализ. Конечно, это самый дешевый анализ, надо не считать со скидкой, потому что те же анализы, когда каким-то праздником, такие промоушн такие бывают, или там купоны, он может стоить и 49 долларов анализ. Но это, как правило, это очень коротенький, это 12 меток. Для сравнения у нас в Академии ДНК генеологии в лаборатории 27 маркеров анализируется. У него за такие цены за 100 долларов 12. Это короткие, но это тоже неплохо, это дает понять какие-то основы. И если они определили к тому же это самое Z284, ну и на этих 12 похожие цифры, может быть, вполне, но что ему дает, если он только не поедет в Скандинавию и не приложит свои силы на улучшение жизни Скандинавии. Хотя, знаете, предков, повторяю, неплохо. Что касается, можно сделать за более дорого, конечно, можно сделать 37 таких маркеров, это уже будет где-то 160 долларов, можно сделать 67 маркеров, это будет стоить 200 с лишним долларов, можно сделать 111 маркеров, это будет стоить 360 долларов по памяти, можно сделать 50 тысяч меток сразу, это будет стоить примерно 600 долларов и так далее. Пределы этого можно сделать полный геном, это будет стоить, наверное, порядка 1000 долларов. То есть, здесь предела нет и не будет продолжаться. Но поэтому каждый выбирает себе тест исходя из двух показателей первое это размеры кошелька и второе что он или она гармит митохондриальной днк хотят узнать вот если хотят узнать прохожу происхожу ли я из рода скандинавского сай большей вероятности до 100 долларов сделают видимо и гоплотип а счет гоплогруппа не знаю возможно придется доплатить чтобы это было и и з-284 так что может быть этого не было сделано просто и мы предсказали по виду гоплотип а это эти седьмая вода на киселе может так а может не так понятно далее владимир заболотнов здравия вам анатолий алексеевич не рассматриваете ли вы вариант обратиться в администрацию президента российской федерации с инициативой начать преподавание по теме генетической археологии в образовательном центре sirius в городе сочи может быть уже пора выйти с багажом своих потрясающих знаний на стратегический уровень ответ нет не рассматривая я не привык ни у кого ничего просить надо сами придут сами дадут хорошо русич вопрос жили ли великаны на земле но я бы сказал по-научному так дать мне определение понятия великан если это 2 метра 30 сантиметров до жили более того почти в наше время есть такое 230 или до 28 это в википедии про него есть правда как как правило завершает от цифра потому что как правило выступал в цирке на кого на больших каблуках сапогах и на голове была высокая шапка и тогда он уже тянул там и не за по два с половиной 260 так что тут спорные вещи но если вы скажете великан от 6 метров таких данных нет хорошо анна бондаренко так но здесь опять же фамилию употреблять человек который студии нет я пропускаю этот вопрос прошу прощения дальше григорий врачов вопрос эфир здравия если люди пошли произошли от обезьян куда у девушек откуда у девушек взялась девственная плевна ведь у самок обезьян ее нет плева девственная плева ну во первых они взялись люди не 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 из обезьян произошли дело потому что обезьяна имеет свое специфическое значение термин обезьяны те которые в зоопарке вы их видите или там бегают день на поляне в африке или я их видел обезьян бегающих по крышам в индии по крышам дымов прям так 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 и бежит по краю крыши с хвостом вот это обезьяны от них люди не произошли дело в том что от этих обезьян люди отдалены на 10 миллионов лет и то есть и шимпанзе и самокака то на 50 миллионов лет люди удалены поэтому от обезьян люди не произошли более того и только русском языке обезьяны имеет такое термин это вот такое значит вроде как люди от обезьян скажем в англоязычной литературе там никто не напишет что от манки произошли люди то есть это смешно о есть понятие и и и в английском языке человекообразно обезьяна поэтому не от манки произошли люди от и и более того это не от и от общего предка древних этих и с людьми поэтому когда я говорила не случайно говорю что произошли от общего предка шимпанзе и человека и вот этот общего предка пошли две линии в разные стороны одна линия пошла в сторону современных обезьян и продолжалось 5 миллионов лет в итоге мы имеем то что имеем обезьяна в зоопарке а другая линия прошла через от homo erectus там через разные другие эти самые этапы которых мы многих не знаем и в итоге дошла до человека современного вот 5 миллионов лет в одну сторону и 5 миллионов лет другую сторону вот он 10 миллионов лет расхождения между обезьян и человеком вот разница этим объясняется поэтому насчет другой физиологии обезьян я опять вы сравниваете обезьян которые сейчас есть зоопарке но вряд ли кто сравнивал те физиологические особенности общего предка обезьяна человека который просто никто еще не видел не найден тот общий предок поэтому ваш вопрос он к сожалению не о том хорошо ну и в заключение вопрос перед жирной чертой которые светлана подвела дальше вопросы будут вам отправлены уже в личном таком формате для ответов разборов анна бондаренко вопрос эфир верно ли то что днк человека имеет высокий процент сходства с днк свиньи и чтобы это значило ну в общем то имеет дело в том что не случайно когда изучает лекарства который предназначается в итоге для человека то изучает их на свиньи на свиньях изучает на собаках и уж совсем крайний вариант который стараются не применять изучать на обезьянах начать не на обезьянах старается не изучать по ряду причин во первых это как-то становится больше больше негуманны во вторых очень дорого и я думаю даже это самый главный сейчас принцип в университетах сша во всяком случае я я сам занимался этим вопросом разработка лекарств и первый этап это изучение на мышах второй этап изучение на крысах а третье у кого какие деньги есть скажем мы изучали на нескольких собак но там мы собак все 10 десяток это было и жалко с одной стороны до концов со всех сторон и это было безумно дорого то ли мы почти трубу не вылетели изучая на собак на свиньих мы даже не брали это было пищу дороже поэтому на самом деле днк даже мыши она довольно неплохо совпадает не совпадает а близко к днк человек это можно брать всех млекопитающих и у них у всех довольно близко друг от друга скажем я не зря сказал шимпанзе до нас даже от шимпанзе в зоопарке это 98 процента совпадение днк поэтому совпадение днк или близость это есть критерии близости особей говоря о мыслительных способностях говоря о поведенческих вещах это скорее всего глубинные сходства которые повторяя не имеют отношения к нам в реальном смысле слова как человек как человек разумный арсения разумная такого термина нет хотя они как вы знаете весьма разумно со мной из их если кто-то пытается резать они сразу понимают поднимать дикий виск вот поэтому здесь разума не отнять у меня скажем было много лет собака лабрадор ретривера но я просто удивлялся ее разума когда я с ней ходил в горах и вот она я думаю что любой собачник это знает то есть я тут никаких новостей не скажу это когда я ходил с ней в горах которые сложные горы то есть там идем просто по грудам камней и валунам и вот она идет у него глаза вот работают она выискивает самый оптимальный путь то есть она раз на глаза на камень нет он не подойдет раз на другое вот на это потом раз раз то есть она идет оптимизирует свой путь очень внимательно поэтому здесь вообще у собак да и в разных животных у них мыслительные способности на их уровне выражены очень сильно я скажем нырял на японском море с моей собакой нырял за гребешками которые я не знаю как часто в россии когда продают называют или их называют скалопсы или скалоп это по-английски скалопс но при мне называть гребешки и вот я где-то на метра наверное ну два с половиной три метра ныряю вместе с собакой на со мной ныряла лаврадор и я поднимаю гребешка с шельфа и даю ей в зубы она и вытаскивает на поверхность и складирует то есть она и опять за мной ныряет опять ждет значит вот что следующее я и дам туда но но как можно ли о том что собака глупая хотя думаю никую собачника этого не скажет поэтому понимаете я не удивлюсь если днк весьма близко вот у подобных собак или а может даже у всех собак и человека но опять же все-таки разница есть поэтому я думаю что не должно не не радовать не расстраивать что днк млекопитающих во всяком случае довольно близки друг другу включая человек хорошо ну что ж все вопросы озвучены реплики тоже остались те которые за чертой они будут вам пересланы и после этого надеюсь на статью с ответами и разбором этих вопросов и реплик мне же остается наверное попросить вас сказать заключение несколько слов гуманных вот наши не слушали зрители потому что натерпелись когда с мартышками прошлись мы ну и подвести какой-то итог сегодняшней встречи но слова какие но если по теме то подчеркнувши днк генеалогия потрясающий инструмент для изучения древней истории и жаль что специалисты смежных профессий а именно первую очередь археологи лингвисты этнографы антропологи они со всех ног не бегут днк генеалогии и не 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 тащит это дело знания об этом деле в их науку потому что их наука продвинулась бы довольно активно это что касается важности далее древние народы открывают благодаря изучению днк генеалогии такие интересные стороны такие аспекты такие необычные вещи о которых даже и думать раньше было невозможно поэтому это тоже важно подчеркнуть третье днк генеалогия выявляет опять же миграции древние на на русское равнение появляются новые сведения некоторые некоторые веры верования ликвидируется например почему-то считалось что вот люди из костенок или снегирей они наши предки что есть непрерывность вот этих древних людей наши предки жили 40 там 50 тысяч лет лет назад на русское равнение от них мы и произошли к сожалению должен разочаровать нет они не наши предки у как костенка так и снегирей у него гоплорупы c которые на русское равнение почти нет то есть она есть в немалой степени нас в средней азии и она есть у монголов монголоидов немного на есть американских индейцев но упал в полинезии она тоже есть авторы австралийских аборигенов там уже на c4 это другая нежели так что в костенках но она более нижняя на разве ну продвинулся задачи поэтому некоторые такие вот вроде сладостные верования что у нас продолжаются наши культуры а там же в снегириле там нашли расшитые такие одежды расшиты бисером украшенные маммонтовые или слоновыми там бивнями фрагментами их но к сожалению это не наши во всяком случае не наши прямые предки не наша прямая культура так что некоторые вещи будет корректироваться некоторые в большей степени будет открываться мы скажем узнали что из африки мы не происходим несмотря на то что на давление который значит ощущается в нас нет африканских мутаций они ушли в сторону и поэтому это тоже я не думаю что это как-то важно знать но это важно знать чтобы отбивать вот эти вот наскоки которые не наука не наука не наука не называлась же наука не наука она ими питается и она пытается подавить ими вот огромный масса людей вдалбливе им что вот наши предки произошли из африки я не знаю какой в этом смысл либералы смысл в этом видят потому что они хотят чтобы все люди упали на колени взмылили что вот вот вы наши родители чернокожие мы вас мучили а надо вам поклоняться потому что мы перед вами безумные виноваты да виноваты до мучили до угоняли в рабство и нет вопросов вот если бы так вопросу нет вопрос на то что вот они наши родители этого нет и и мы надо знать не потому что в этом что-то есть неправильно а то что наука не терпит лжи настоящая наука а это ложь и вот эти вещи тоже занятие днк генеалогии позволяет отделить ложь от правды ложь от научных сведений если даже не совсем правда только потому что мы многого не знаем правда откроется позже наук она ведь истину не ищет наука всегда приближается к истине но никогда истины не достигает потому что начать на все наука остановилась дальше уже некуда идти истина достигнута нет поэтому правда это и по-русски говоря справедливость кстати вот интересное слово правда правда объединяет в себе по меньшей мере два понятия правда это справедливость и правда это утверждение что это правдиво это не ложное поэтому вот это интересная вещь когда такое слово который кстати меня переводчики на английский или в английском языке нет такого слова слова трус это истина это неправда а правый то это райд то есть он прав никто а вот так чтобы один одно слово все объединяло такого у них нет это правда чисто русское слово это на древние слова ты и даже газета древние ли там издание называлась правда русская правда то есть это справедливость и это если угодно истина в том понятии которое слово правда вкладывают поэтому крайне интересны кстати говоря тоже самое об этих вещах я должен сказать не верьте тому что говорят вам запада хотя есть вот такое убеждение у многих людей сома либерала что то что запада всегда истина всегда правдивая думаю что уже вы русские люди убедились что это далеко не так и вот я который раз слышу по телевизору эту байку что у русских русском языке нет слова а свобода которая не слова свободы а в английском есть два слова есть freedom есть liberty вот liberty это статус свободы это отражает свободу высшую а у русских такого слова нет у них есть свобода freedom это как из тюрьмы выпустили вот он freedom вот у него freedom он из тюрьмы вышел вот только это у русских есть а слово liberty у них нет но чудаки они не знаю что русские слова воля есть свобода есть воля вот воля это и есть высшая степень вот это на самом деле есть аналог слово liberty но они не аж этого не знают и поэтому я вот в америке живые 30 лет первый раз я 30 лет назад вот услышал то по телевизору и вот я сейчас недавно опять это слышал что нет слова воля русском языке она то есть так что здесь тоже то что нас чем на спичкают вот эти вот это даже не политтехнологии просто люди которые ведущие телевидения которые вот так вот это преподают и возможно у кого cnn те недавно это могли слышать что а кассу русский тони поэтому не верьте то что вам вещают особенно запады применяйте научный принцип перепроверять помните рейган грил то и рай да проверяй вот это рейган понимал в этом вот тоже нужно все это проверять по первоисточникам на этом спасибо за внимание закончили благодарю хорошие слова хорошие положи пожелания надеюсь что многие слушатели зрители не просто так будут писать а фигня или ох как классно а будут аргументированно обосновывать конечно будут конечно будут писать это что же люди разные но я радуюсь подъявить от работа боты бота нагрянут это само собой во первых нагрянут активисты из из ближнего государства которые хлебами кормить да и пакости какие сказать поэтому я к этому давно привык это нормальное дело меня это совершенно не расстраивает наоборот негативные комментарии я ценю как проигрыш той стороны как проигрыш тех кто по-другому не может это их проигрыш поэтому меня даже где-то радует когда я вижу сколько людей которые впадают в истерику которые не могут аргументированно донести свои мысли которые могут только память и пардон гавкать вот это вот и таких будет много ну и что такого что мы этого не знаем давно пора к этому привыкнуть но все-таки формат существования и общения на народно-ославянском радио подразумевает следующее что здесь недостаточно просто как вы сказали гавкнуть да хотя я не так уничтожительно не хочу кому говорить недостаточно высказать свою эмоцию фу а я хочу а я хочу сказать потому что таких именно много и поэтому им надо указать на их место в нашем мире ну хорошо вот я все-таки надеюсь что те кто приходит на эфиры народно-ославянского радио на программы и передачи это все-таки уже не просто какие-то так люди даже не дуальности а двойственности хорошо плохо да нет а вот те которые уже начинают разбираться в принципах мироздания понимать что нет просто такой двойственности хорошо или плохо все в чем в этом мире может быть плохое все это между мире может быть хорошее зависит того как вы это воспринимать как принимаете как употребляете и поэтому если уж вы хотите высказать свою эмоцию то переведите ее в осознание и осознанно аргументированно опишите почему фу почему фи почему восторг чтобы было понятно что мы общаемся с человеками они просто с какими-то ну программированные ботами которым дали программу фас вот я надеюсь что наступит время когда люди станут все здравомыслящими превратятся в человеков из них человечи а потом в азов то есть будут достойны наших великомудрых предков которые сохранили нашу великую державу в которую входили многие-многие братские страны и народы которых сейчас разделили и которые сумели дать нам возможность жить на земле своими жизнями своей кровью вот мы должны быть достойны а если мы просто будем гавкой тявкой друг на друга ругаться ничего хорошего за то не получится нас просто будут разделять и властвовать а нам все будет становиться хуже и хуже но надеюсь еще раз и высказываю уверенность в том что наступит время когда это все останется в прошлом и вы удивитесь ну как же мы раньше в такой дряни могли жить вот теперь мы живем хорошо как сказал поэт уже намного больше ста лет назад но жить вот только жить в эту пору прекрасно уж не придется ни мне ни тебе поэтому я здесь более реалист я знаю что враги всегда останутся разделять будет пытаться все равно главное не дать разделяться вот это только в российском обществе может быть вот такое отторжение когда пытаются нас разделять по это будет всегда я как раз вот было вопроса я тоже мог бы в заключение поставить почему на нас наседают люди с той стороны они наседают не потому что не духовность другая она другая но наседает потому что прошлая жизнь тысячелетиями была другой древние носители гоплоруб ходили группами они ходили разными городами у тех кто сейчас большинство на западе и кто сейчас большинство на русской равнее и говорят в обобщенно то есть вот восточной европы ходили разными путями многими многими тысячелетиями и поэтому когда группа идет тысячелетий у них вырабатывать свои принципы свои бытования свои веры свое свои так сказать преклонение перед своими предками это вырабатывается все буквально разные и вот наши эти самые встретились недавно относительно говоря в исторически близкое время вот эти две группы встретились и конечно они претерпелись друг другу конечно выработали некоторые общие принципы сосуществования но глубинно остались другими и вот поэтому отчасти они не могут понять ну как так там за путина 70 где-то 8 процентов они могут как так ведь это же не может такого быть мы так старались мы так пытались разделить это же очевидно что что это не должно такого быть они не могут понять что этот есть другие принципы понимаете что принцип какие вот наших бьют я уже его упоминал это серьезный принципе когда наших бьют то наши сплачиваются смыкаются свой сходится воедино они не понимают они думают что всего если ваших бьют но это все будет разбегаться как 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 скажем разбегаются зачастую там поэтому здесь трудно такие вещи сравнивать я поэтому я отнюдь не пропагандист агитатор меня никто не проплачивает да и денег не хватит чтобы меня проплатить я живу давно в другом окружении и я прекрасно понимаю о чем говорю поэтому что тут вот эти вот как-то я же должен сказать уже прошли выборы что те кто вот пытались навязать и так нам и западные ценности они пролетели потому что именно на это ориентировались что люди преклоняются буквально мы смысле перед западом перед теми ценностями проклоняться то можно из хорошей ценности компьютеры там до интернет замечательные ценности но они не могут понять что пожертвовать этим люди российские не готовы и не хотят пожертвовать своими базовыми принципе они думают что база принципа что дышло и там развернули повернули в это пожертвовать ничего подобного и вот люди которые выступали вот либералы на выборах они так ведь предполагали почему они ошарашены как тут не получилось так как они думали процентов меньше вера меньше и похоже что конец вот в эти веры такой веры в либералов поэтому это только производил на меня радостное впечатление ну хорошо может быть сейчас может сейчас оптимизм уже на этой ноте можно закончить да но все таки я хочу сказать что я все таки верю в то что в наших руках в наших мозгах находится наше будущее и если мы планируем жить по праве по совести в ладу с природой то так оно и будет если кто бы спорил если каждый из нас будет прикладывать хоть чуть-чуть хоть чуть-чуть усилий для этого а нас миллионы и если мы осознанно будем жить на земле уверяю через буквально какие-то считанные годы мы будем жить в золотом веке не только россии но и всей руси и руси это намного шире чем просто россия и если у нас будет сильные взаимов крепкие взаимодействия будет сила причем сила та которая славянам ну опять же говорю в кавычках славянам до свойственно было то ну как бы сказать враги нам просто будут как-то так незаметно потому что их силы как таковой нет они сами разъединены они поэтому тявкают все славяне русские русы это те которые доказали что совместно мы сила а совместно может когда быть будет о сознании кто мы такие у меня есть конкретно конкретно предложение как сделать так чтобы были незаметны я когда читаю комментарии не книг своими только не к своим к чужим я не понимаю почему нет модераторы который снимает хамские матерные лающие комментарии кому они нужны и зачем вот если такие убирать тогда конечно враги станут намного менее заметны потому что врага надо смотреть через прицел а не читать то что враг пользует безнаказанностью распущенности пишет поэтому у меня пожелание если славянское радио или какие другие модератора которые слышат это дело они будут просто убирать вот это все то враг будет по санбриван и у них не будет понимаете основы для того чтобы лезть сюда постоянно пакостить на на хороших сайтах вот к сожалению пока этого нет я не могу понять почему неправда ваша такое есть именно народное славянское радио проводит такую политику что у нас не допускаются хамские и тем более матерные замечательных если так хотя слова хотя слова матерное слово это не то что у нас сейчас представление не ругательное это то что позволяло продлить рот но сейчас когда направо и налево эти слова применяют не по назначению все равно что снять штаны и ходить по улице своими причиндалами махать ну не к месту да вот каждое слово оно к месту братное слово к месту матерное слово к месту должно быть и русские и славянские традиции, об этом нам очень активно говорят. Но высказывать, говорить на языке матерном нельзя просто так на улице. В нужное место надо применять, а вот просто так нельзя. Так вот, нас часто путают с другими сайтами, где наши, еще раз говорю, мы не запрещаем никому распространять нашу информацию. Но часто я вижу такое, что берут наши эфиры, выкладывают, меняют картинки, наши лейблы закрывают и так далее, убирают наши заставки. И там такой вой поднимается, такая гадость. И я тоже не понимаю. Друзья, вы что, не понимаете, что вы делаете, что вы поддерживаете? Модераторы, которые вот хамсо там высказываются, та дрянь, которая там изливается. Вы что, мир лучше, что ли, делаете? Мы-то стремимся сделать мир лучше, соединить людей. А вы что делаете, когда допускаете такую дрянь? Так вот, не объединяйте Народное Славянское Радио с другими сайтами, с другими ресурсами. Народное Славянское Радио имеет конкретный свой сайт, slavradio.org, имеет свой канал на YouTube, YouTube.com, слэш славрадио. Других у нас официальных сейчас ресурсов нет, поэтому если вы где-то на другом видите какую-то ругань, видите какие-то там заставки непонятные, но это не наши сайты, которые я обозначил, это не мы. Не связывайте нас с другими сайтами, еще раз говорю. Хотите мира? Приходите к нам. Замечательно. Хотите объединиться? Приходите к нам, еще раз говорю. Тогда это означает, что ваш сайт один из трех, к которым я отношусь очень хорошо. Это сайт ваш, если то, что вы говорите, это так. Я не говорю о том, что в записке, я говорю о том, что потом, когда ролик будет выставлен, к нему идут комментарии. Тем не менее, тогда будем считать, что сайт ваш. Это сайт переформат и сайт ДНК генеалогии как историческая наука. Вот есть три сайта, на которых не допускаются в комментариях бранные слова и вообще попытки поднять скандал. Поэтому я должен вот этим сайтам поклониться, и это правильный сайт, как вы сказали, сайт из будущего. Вот так можно применить. Будем надеяться, что такие будут и дальше. Хорошо? Да, именно так. То есть вот именно под комментариями это имелось в виду, что все комментарии из соцсети, которые у нас тоже есть, три соцсети в Одноклассниках, в Ютубе, Фейсбуке, наши официальные, там тоже это все очень строго фиксируется. Не из-за того, что мы боимся этого. Просто из-за того, что когда собака лает, она должна знать свое место. А человек, когда приходит разговаривать, мы с ним разговариваем, как с человеком. Вот надо понимать. Если это бот, досвидос. Если это низкий уровень собаки, мы не собираемся, ну, который лает, мы не собираемся на карачке становиться и в ответ с ней лает. Мы просто собаке указываем ее конуру, где она должна, вот коврик там и так далее. Вот туда идите. Хотите материться, если вам нравится там размазывать кого-то, извиняюсь, там дерьмом, то, пожалуйста, на кухню у себя можете это делать сколько хотите. Это ваше личное дело. Но у нас, на наших сайтах, где мы объединяем людей, которые хотят жить в дружбе, в мире, учитывая те поконы, по которым жили наши предки, то в этом случае будьте любезны соответствовать памяти наших предков, а не свиньям подзабы. Хорошо. Ну, все. Все, согласен. Да, прощаюсь. Еще раз теперь напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 20 марта 2017 года вторник, по одному из старинных, 19 день месяца пробуждения природы 7526 лета осьмица, ДНК «Генеалогия древних народов». Это один из эфиров, я надеюсь, череды целой сериала эфиров с автором-сказителем Анатолием Алексеевичем Клесом. Низкий поклон, Анатолий Алексеевич, за то, что столько интересного было услышано. А также нашим добрым друзьям, уже, надеюсь, друзьям, кто писал свои комментарии, добрые и вопросы, в чатах Народного славянского радио, как на Ютубе, так и у нас на сайте. Так держать, друзья, вместе мы сила, быть добру, увидимся и услышимся. Славянское радио. Пора просыпаться.